Пора морозная Пора морозная Пора морозная Пора морозная Пора морозная А нам вдвоём тепло У меня такая просьба Мы сейчас с вами сделаем разминку И потом Мы начинаем тренировку А вот группа Которая Приболела коронавирусной инфекцией Вы сразу ко мне Подойдите Потому что мне с вами нужно ещё поговорить И вот Также ко всем остальным Леонид Кириллович Вам раздал дневник самонаблюдения Вот у кого Есть вопросы по его заполнению Что непонятно Вы ко мне тоже подходите Можно в конце тренировки подойти То есть вот группа переболевших Сразу подходит после заминки А остальные могут в конце тренировки подойти Ну что, начинаем Отпросите, пожалуйста Переболевшие в этом году или вообще? Ну, которые входят в группу переболевших Которые в списке у нас Которые в списке Официально То есть мы вот от официальных данных Подталкиваемся Ну что, давайте тогда Чтобы не тратить время Да, и не остывать Давайте выполнять нашу Разминку Поставили палочки перед собой Начинаем со стоп Да, поднимаем кровь вверх На носочки На пяточки На носочки На пяточки Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре И раз Два Три Четыре Ноги соединили Палочки тоже Поднимаем плечики вверх Раз Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре И раз Два Три Четыре Ноги на ширине плеч Палочки тоже Наклоняем голову К правому плечу Возвращаемся в исходное положение К левому плечу В исходное положение Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре А теперь опустили голову вниз И делаем полукруговые движения Вправо В исходное положение И влево В исходное положение Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Раз Соединили палочки Вместе Выполняем движение Раз За спинку Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре И раз Два Три Четыре Палочку положили на плечи Взяли за концы Сейчас соединим ее И делаем повороты Вправо Возвращаемся в исходное положение Влево Исходное положение Раз Два Три Четыре Раз Два Молодцы Четыре Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре И делаем вдох Поднимаемся на носочки Палочку держим вверх Выдох Опускаемся Палочка вниз Еще раз Вдох Носом Выдох Том Опусти Еще раз Вдох Выдох Делаем наклоны Руки вверх И делаем наклоны Вправо Влево И раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре А теперь палочки ставим перед собой И делаем наклоны Пружинистые Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять За середину Делаем вдох Разводим руки с палками в стороны И выдох Сводим руки Итак Вдох через нос Развели палки Выдох Через рот Вдох Не 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 Ровно Выдох Вдох Выдох Вдох Выдох И вдох Выдох И еще раз Поставили палочки перед собой Делаем Махи ногами Вперед Назад Значит Пошире палочки Посмотрели Никому мы не мешаем И делаем Вот такие махи Вперед Назад Правой Ногой Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Немножко Отдохнули И теперь Левой ногой Махи Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Отдыхаем И теперь Махи в стороны Правая нога Раз Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре И раз Два Три Четыре Трихнули ноги И теперь Левой ногой Махи Два Три Четыре Раз Раз Два Три Четыре И раз Два Три Четыре И теперь Движения Для суставов Сначала Тазобедренный сустав Потом коленный Потом Гореностопный Палки перед собой Опора Ногу Поднимаем Правую И делаем Круговые движения В тазобедренном суставе Кнаружи Сначала Остановились И теперь Движения Кнутри Опираемся О палочке Стараемся Соблюдать Равновесие Остановились Стряхнули Ноги И то же самое С левой ногой Два Три Четыре Пять Сесть Семь Восемь Остановились Ихнутри Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Теперь Движения В коленном суставе Круговые Сначала Кнаружи И Теперь Кнутри Стряхнули Ноги И то же самое С левым Коленным суставом И Кнутри Это мы делаем упражнение Из суставной гимнастики Очень хорошо При артрозах Вы знаете Что артрозы С возрастом Они начинают Беспокоить Поднимаем Правую Ножку И делаем Движения В голеностопном Суставе Сначала Кнаружи А теперь Кнутри Вот когда мы Так разогреем Наши суставы Соответственно Мы будем Готовы И Движения И теперь С левым Голеностопным Суставом Движения Выполняем Кнаружи И Кнутри Попрыгали Последнее Дыхательное Упражнение Делаем Вдох Носом И дуем На правый Ключок Медленно Вдох И На левый Ключок Наша Разминка Закончилась В ходе В средственной Ходье Значит Пожалуйста Группа Переболевших Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Такая графа внизу, насыщение кислородом, крови артериальной, то есть это называется сатурация, как это все на слуху уже у нас. Мы уже знаем. Часами, секундной стрелкой. И, значит, что еще, обязательно в дневнике отмечаете выводи ухудшение самочувствия, там пишите «да, нет», если «да», то хотя бы напишите, что беспокоило, прям так кратенько. Это прям одышка, или, например, головная боль, головокружение. Обязательно отметим, чтобы вы видели, что что-то все равно, какая-то проблема есть, обратили внимание на это. Частица пульсит. Да. Ну, пульс-то мы посмотрим. Все равно. Вот. И дальше вам прилагалась еще такая табличка «Шкала Борга». Вот шкала Борга, она позволяет получить субъективную информацию вашу, как вы переносили физическую нагрузку. То есть, по вашему мнению. Вот вы смотрите эту табличку, находите, что близко к вам, и пишите вам в этой графе, где дата тренировки, да, то есть вот так вертикально. Вот. Были трудности у вас при заполнении? Все ли вам понятно? Все понятно. Все понятно, да? Но давление косметрное на нас влияет. Честно признаю. Вы знаете сейчас, что даже вот это не обязательно, что человек там с хроническими заболеваниями, у него может меняться самочувствие. Сейчас даже люди с нормальным давлением, у которых не должно быть никаких проблем, они тоже чувствуют перепады давления, потому что оно вот сейчас очень резко колеблется, что говорят, в качелях. Вот нет такого стабильного. Обычно зимой уже какая-то стабилизация идет, а сейчас вот в эту зиму нет такого. Поэтому понятно, что давление на нас влияет атмосферное. Вот. Ну что, чтобы мы не замерзли, да, мы туда будем ходить. Как хорошо, когда все хорошо, когда здоров и мир вокруг прекрасен. Ты полон сил, дыхание свежо, и ни один злой вирус не опасен. Другое дело, если вдруг беда, ведь мы себя, увы, не бережем. Да, и свое, увы, берут года, и бьет болезнь из-под тяжка ножом. Спасибо, доктор, правда, нету слов. Для вас профессия, для нас чудес искусства. И мимоходом фраза «Будь здоров», друг обретает душу смысл и чувства. «Спасибо, доктор, добрый человек, за то, что лечишь, бедолаг, везде и всюду, и в тот далекий Гиппократа. Век и век сегодняшний, и это просто чудо!» Трудно порой от боли избавлять. Мы понимаем, конечно, вы не боги, Но рядом с нами вы ангелам под стать, Вам доверяем все болячки и тревоги. Вы так нужны призванием своим, Своим и знанием, и сердцем, и руками. Каждый из вас нам дорог и любим, И всей душой мы с вами, а вы с нами. Спасибо, доктор, правда, нету слов. Для вас профессия, для нас чудес искусства. И мимоходом фраза «Будь здоров», Вдруг обретает душу смысл и чувства. Спасибо, доктор, добрый человек, За то, что лечишь, бедолаг, Везде и всюду, и в тот далекий Гиппократа. Век и век сегодняшний, и это просто чудо! На доминочку встаем все. Выполняем упражнение на растягивание, Да, в конце нашей тренировки. Мышцы разогреты и самое время. Ставим палочки перед собой. Наклоняем корпус вперед и тянем, тянемся. Таким образом, чтобы растягивалась задняя поверхность ног, спины. Отдохнули. И еще раз. Вернулись в исходное положение палочки в стороны. Ноги на ширине плеч. Можно даже пошире. И теперь мы наклоняемся в одну сторону. И смотрите, тянемся. То есть не просто наклоны делаем, а вот такие пружинистые. Растягиваем боковую поверхность туловища. Вернулись в исходное положение. А теперь вымлево. Выкинулись. В исходное положение. И еще раз. Вправо. И влево. В плече. Переходим. Переходим на шторное положение. Вводим актуальник. Палочка стоит вверх. Заводим в доску. Берем ближе к консам. И делаем наклон вперед. Руки поднимаем вверх. И растягиваемся. И давайте еще раз потянемся. Молодцы! Теперь ставим палочки перед собой. Делаем выход. И нога, которая у нас сзади, мы пытаемся поставить ее на пятку. Смысл такой, что мы опять растягиваем мышцы задней поверхности. Возвращаемся в исходное положение. И делаем выход левой ноги. Стараемся поставить правую ногу на пятку. Давайте еще раз повторим. Выпад правой ногой. Растягиваемся. Исходное положение. И выпад левой ногой. Исходное положение. Берем палки в одну руку, в левую. И захватываем правой рукой правое колено. И тянем его. Притягиваем к себе. Тоже растягиваем мышцы. Но насколько это возможно? Не у всех это представляется возможно. Палки перекладываем в правую руку. Делаем упор. Захватываем левой рукой левую ногу. И опять притягиваем. А теперь делаем опять же упражнение на растяжение. Но уже растягиваем переднюю поверхность. Кто может. То есть захватываем правый голеностопный сустав. И притягиваем к себе. И тоже самое с левой ногой. Не у всех позволяет одежда. Следующее упражнение ласточка. Ласточку можно выполнять по-разному. Вам говорили, что можно вот так выполнять ласточку. Вам можно выполнить вот таким образом. То есть мы делаем опору на палки. И принимаем положение ласточки. Поменяли положение ног. Это упражнение очень хорошее. Оно еще и на равновесие. Это вас к чему готовят? К олимпиаде. К олимпиаде. К олимпиаде. К олимпиаде. К олимпиаде. К олимпиаде. Руки в стороны. Делаем вдох. Носом. И скрещем палочки. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. 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 Берем палочку перед собой. Сначала с правой руки. И делаем вот это упражнение. Перехватываем палочку ближе к началу. А теперь палочки вместе. И покрутили перед собой. Берем палочку за концы. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Наша заминка закончена. Я очень рада была вас сегодня видеть. Спасибо. Я уже знаю многих. И мы рады. Кто занимается в парке Харинка. Спасибо. 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 Мы будем продолжать проводить онлайн консультации по интернету. Я буду делать рассылки. И где-то это будет раз в месяц проводится онлайн консультация. Какие у вас есть вопросы, которые нужно осветить в онлайн консультациях? Что вам непонятно? Чему надо уделить большее внимание? Какая тематика вас больше интересует? В прошлом году просили разобрать темы, которые касаются занятий в зимнее время. А потом, как влияет скандинавская ходьба на организм. Как на дыхательную систему влияет. То есть это мы все разбирали. Методика скандинавской ходьбы. Как правильно палки подготавливать к ходьбе. Как ходить. Вот что у вас еще, какие вопросы остались? Приходите к нам почаще. Это хорошо. Травматизм. Травматизм. Это вам предложение. Правильно. Хорошо. Хорошо. У меня две грыжи в позвоночнике в поясничьем отделе. Какие упражнения на растяжку? Очень хорошо. Значит, что я поняла. Во-первых, как профилактировать травматизм во время занятий, в том числе скандинавской ходьбой и просто в зимнее время. Вот. И, соответственно, как правильно выполнять упражнения и какие, да, как правильно движения выполнять, если проблемы с позвоночником и с суставами. Да. Вот можем это осветить. Да. Эти вопросы, да. Еще какие у вас пожелания? Что мне, к чему надо подготовиться? Правильно дыхание сделать? Насколько еще? Дыхание и выдох. Дыхание. Правильно дышать. А как правильно дышать? Четыре на четыре счета. Вдох и на восемь выдох. Выдох, да. Дело в том, что мы всегда делаем упор на дыхание с удлиненным выдохом. Да. То есть, как правило, вдох на четыре счета, а выдох на счет шесть тире восемь. Ну, у кого сколько хватит вот возможности. То есть, это дыхание во время ходьбы, да. Это дыхание самое оптимальное. Оно самое полезное. Значит, вдыхаем через рот, вдыхаем через рот. Вдыхаем через рот. Вдых через рот. Вдых через рот. Вдых через рот. Нет, если мы ходим во время скандинавской ходьбы, то мы дышим носом. А когда мы делаем упражнения дыхательные, вдох, выдох через рот. Вообще, в такой зимний поход погоду много дыхательных упражнений мы сделать не можем. Да, потому что не успевается воздух согреваться в носу, да. Поэтому мы немножко совсем с вами поделали. Вот, хотя мне Леонид Кириллович сказал, что та группа, которая переболела коронавирусной инфекцией, с ней надо еще дыхательные упражнения дополнительно. Но мы в комплексе все это взяли в целом, да, в общей группе. И поэтому уже, учитывая такую погоду, не стоит еще добавлять. Вот, да. Ну, какие у вас еще вопросы есть? Ну, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Надеемся, да, увидеть вас еще. И занимайтесь. Обязательно, да. Я вас наушу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.